АПЛОДИСМЕНТЫ А, во-вторых, впервые застеленное серыми облаками неба стало более-менее ясным. Ну, вообще, чего стоит только то, что уже, даже если ты встаешь и выходишь на работу в 5, либо в 6 часов утра, ты можешь видеть, насколько по сравнению с предыдущими днями на улице светлее, насколько ярче светит солнышко, и уже, в принципе, организм работает по-другому, поэтому и просыпаться легче, и жить приятнее, ну, в общем. Ну, а, собственно, чтобы было просыпаться легче, мы сидим в этой студии. Рассказываем самые интересные новости, делимся актуальными событиями, а главное, стараемся сделать вас бодрыми, веселыми и активными. Ну, и одна из новостей, которую хочется рассказать и Артему, и вам, это то, что в Крыму появится агропромышленный комбинат по переработке плодовощной продукции и производству консервов, и соответствующее инвестиционное соглашение уже было подписано на Ялтинском международном экономическом форуме, так что все дело осталось за малым, а из хороших новостей появится дополнительно огромное количество рабочих мест, это 175, не меньше, а объем инвестиций больше 1 миллиарда рублей 15 миллионов. Ну, а к другим новостям. Российские пограничники усиливают охрану на границе с Украиной. Это связано с предстоящими выборами президента в запредельном государстве и возможными провокациями. Пункты пропуска работают в штатном режиме, но досмотр стал более детальным. Наша съемочная группа попробовала пересечь границу, пройдя все этапы пограничного, таможенного и иные виды контроля. Что из этого вышло, репортаж Артема Артеменко. До границы Украины всего несколько километров. Люди, прошедшие пешком пункт пропуска Джанкой, ждут, когда завершится досмотр автомобилей, на которых они поедут дальше. Ну, как вообще жизнь на Украине? Да живем. Порошенко или Зеленский? Зеленский. Почему? Ну, потому что так. Как легально попасть в Крым и сколько времени это занимает, мы решили выяснить самостоятельно. Дорога в Крым для тех, кто добирается не своим транспортом, а на своих двух начинается отсюда. Для начала каждый должен пройти специальный первоначальный пограничный контроль. Проходите. Если все нормально, направляемся в специальный пешеходный коридор. Мы уже на территории контрольного пункта пропуска Джанкой. Направляемся в комнату паспортного контроля. Около 100 метров пешком по коридору с односторонним движением и... Заходим с улицы в помещение. Здесь довольно-таки тепло и комфортно, даже нет очереди. Проходим так называемый фейс-контроль. Повещен контроль, ваши документы, пожалуйста. Около минуты пограничник изучает документы и пробивает в базе мои данные. Ключевая задача паспортного контроля – выявление лиц, предоставляющих угрозу безопасности населению Крыма. Еще один этап пройден, направляемся в зону таможенного и иных видов контроля. Досмотр личных вещей обязательный. Без этого невозможно пересечь государственную границу России. Для чего эта процедура? После прохождения пограничного и паспортного контроля граждане должны пройти таможенный контроль, в ходе которого проверяются на предмет ограниченных или запрещенных к ввозу товаров, перемещаемых в пешем порядке гражданами Украины. Выходим из помещения и вновь попадаем в специальный пешеходный коридор. За считанные минуты мы прошли все этапы контроля и спокойно, без нарушений, пересекли государственную границу. Давайте узнаем, какие условия перехода через границу на транспорте. Пункт пропуска Джанкой работает на полную мощность. Задействованы все пять линий контроля. Из-за большого количества желающих попасть в Крым образовались очереди, хотя сам процесс прохода и досмотра через границу занимает всего около 10 минут. Очереди вносят коррективы во времени, но люди относятся к этому с пониманием. К дочке еду, в гости до детей. А пока нормально. Сколько времени вообще занимает? Ну, час-полтора. Это обе границы? Обе границы. Ну, вот сейчас, если у меня эти бумажки, ровно час-пятнадцать я вложился. Тут тоже проходит паспортный контроль все пассажиры. Машины досматривают в отдельном порядке. Один из главных контролеров на границе – это служебные собаки. Они помогают пограничникам находить запрещенные предметы. Все не просто так. Пассажиропоток ближе к лету заметно увеличивается. Безопасность превыше всего. По итогам 2018 года через государственную границу в данном пункте пропуска пропущено более миллиона 300 тысяч человек. Благодаря усилиям пограничников выявлено 50 лиц, которые находятся в межгосударственном федеральном розыске. И выявлено 20 человек, пытавшихся проникнуть на территорию Российской Федерации, используя чужие поддельные документы. Людей, пересекающих границу, пограничники просят с пониманием относиться к уточняющим вопросам, которые связаны с проверками подлинности документов. Артем Артеменко, Иван Ковалев. Новости 24. Жанкойский район. День на пятом Ялтинском международном экономическом форуме. Главные темы – реализация инвестиционных проектов в Крыму и продолжение совместной работы. Тысячи делегатов из разных стран мира собрались ради новых соглашений и смелых проектов. О главном материале Елены Носковой. В первую очередь – бизнес. Гости из Бельгии изучают туристический и промышленный потенциал нашего региона. За время работы форума планируют найти новых деловых партнеров. Ради сотрудничества с Крымом готовы даже отложить праздники. Это мой четвертый или пятый визит в Республику Крым. И я думаю, что практически живу здесь. В этот раз я привез небольшую делегацию. У нас сейчас время пасхальных праздников. А также у нас сейчас выборы. Поэтому я привез делегацию бизнесменов. Как показывает опыт Южной Осетии, совместная работа с крымчанами продуктивна и выгодна для обеих сторон. На Ялтинский форум делегация Кавказской Республики приехала не в первый раз. Рассчитывают найти еще больше надежных бизнес-партнеров. Есть крымские предприниматели, которые вкладываются в экономику Республики Южной Осетии, инвестируют в экономику Южной Осетии. Сегодня мы разговаривали о направлениях, которые будут еще способствовать расширению торгово-экономических связей. Это и поставка инертных материалов, это и много других возможностей. Кроме сотрудничества с Крымом, иностранцев интересует тема отмены санкции. В Германии этот вопрос вынесли на уровень правительства. Мы подняли сейчас в Комитете по международным делам и по правозащитным комитетам. Вопрос о том, на каком основании запрещено жителям Крыма посещать Германию. Это была очень жесткая беседа, на которую пока мы не получили положительного ответа, но положительно было то, что все фракции, кроме христианских демократов, встали первый раз на сторону оппозиционной карты. Абхазия настроена на продолжение сотрудничества с Крымом. На встрече с главой республики делегация подтвердила серьезность намерений. Идет работа, наполненная она торговыми отношениями. Мы поставляем из Абхазии сюда инертные материалы для реализации федеральной целевой программы по строительству дороги Таврида. То есть уже на регулярной основе. Это объемы не такие значительные пока, как нам хочется. Но тем не менее, это порядка нескольких десятков тысяч тонн. Ну, Абхазия может и готова до одного миллиона тонн поставлять. Инвесторов привлекает свободная экономическая зона полуострова, с возможностями которой уже успели ознакомиться гости. В прошлом году я имел очень много контакта, как политического характера, так и бизнес. И поэтому надеюсь, что в этом году у нас тоже так же сложится богатый такой обмен, как политический, так и экономического характера. Гости из Пакистана, Италии, Франции, Индии и других стран приехали с предложениями по всем секторам экономики. Для каждой делегации у Крыма есть конкретные предложения по развитию сотрудничества. Елена Носкова, Марина Патрина, Новости 24, Ялта. ЯМФ уже собрал около 4 тысяч человек. И что интересно, что еще предстоит только еще аж два дня работы форума, а сегодня ожидается визит представителей федерального правительства в Ялту. И поэтому будет еще больше инвестиционных соглашений и еще больше контрактов. Что же, а я в свою очередь напоминаю, что с 3 июня в Крыму начинает действовать сеть цифровой передачи телесигнала. Это значит, что картинка в максимальном HD-качестве без всяких аналоговых помех будет попадать прямиком в ваш телевизор. Без искажений звука и прочего. Хорошая новость. Если ваш телевизор приобретен после 2009 года, то все, что вам нужно сделать, это просто зайти в настройки и выбрать цифровой способ приема сигнала. Если телевизор немножечко постарше, то придется обзавестись специальным ТВ-тюнером. Благо, он недорогой, а сам сигнал транслируется совершенно бесплатно. Кстати, про сигналы. С нами все еще при помощи аналоговой связи, но все же наши коллеги с радио. Давайте поздороваемся и узнаем, как дела. Доброе утро. Мы прервемся буквально на секундочку. В нашу студию уже врывается утро нового дня. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Мы видим, что в вашей студии уже есть гости, чего не скажешь про нашу студию. Поэтому о чем общаетесь? Мы сегодня говорим о молодом празднике, который отмечает практически весь Крым. Это день возрождения реабилитированных народов. Говорим, какие на сегодняшний день есть уже изменения, как выполняется закон и кто, собственно говоря, под него подпадает. Вот такая вот тема у нас. Но этот день, я напомню, еще предстоит праздновать. Это 21 апреля. Но мы так накануне. Мы готовимся уже сегодня. А мы о чем только не будем разговаривать. Подготовили и путешествия наших зрителей, и интересные факты, а главное актуальные новости. Ну, во-первых, расскажем о том, как развивается в Нижнегорском районе садоводство, что немаловажно. Дальше затронем темы, как развивается жизнь и проходит в селе. Как там рождается хозяйство, потому что сейчас там некоторое рода бэби-бум. Ну, я бы сказал, как возрождается. Ну, либо так, Леш, да. Восстанавливать еще и восстанавливать. Между прочим, эту тему мы поднимали и в нашей студии. И нам тогда специалисты рассказывали, что села сейчас действительно поднимаются, развиваются. И это, в принципе, хороший знак. Ну, да, главное, чтобы это чувствовали сами жители сел. Это правильно. Спасибо вам, коллеги. Спасибо, удачного дня и с пятницы вас. И вас. А ведь действительно с пятницы. Ребята правы, я тоже только подумала, что сегодня же ведь на самом деле пятница. Это уже буквально финальный день этой недели для большинства людей, потому что... А дальше выходные. Да, а дальше, как говорится, диктум фактум. Говорили про села, показываем вам села. Нижнегорский район. Это сам пестик, сам по себе. То есть он должен быть здесь, и он должен быть зеленый. Видите, он темноватый. То есть 50% почек не пережили этого заморозка. Несмотря на погодные капризы, агрономы не отчаиваются. Хоть деревья и дадут меньше плодов, зато элитного класса. Однако плодоносить им осталось недолго. Эти персиковые сады являются старожилами. Им уже 19 лет. А сорт персиков хоть и сладкий, но плохо переносит заморозки и засуху. Последние годы свои там доживает. И потом уже на этом месте, если получится у нас, то, что мы задумали, мы посадим по современным технологиям нужные подходящие сорта. То есть это уже мы пересмотрим. Тоже персиковых или яблоневых? Да, персиковых. Зато совсем другая ситуация обстоит с яблоневыми садами. Весенние морозы пережили легко. К тому же с недавних пор деревья обрезают по современным технологиям, подсмотренным у польских, немецких и голландских специалистов. Низ кроны мы оставляли более толстые ветки. И чем ближе к верху мы подходим, тем сужается крона сама. Благодаря такой обрезке лучи солнца попадают на все ветви и даже самые нижние, которые обычно находятся в тени. Это позволяет дереву полностью прогреться в жару, что дает красивый красный цвет яблокам. Теперь главное справиться с незваными гостями. В прошлом году активизировались клещи и тля, которых здесь не видели пять лет. Скорее всего могли завести, допустим, саженцами молодые сады закладывают, могли, я знаю, с Голландии откуда еще завозят, могли, может так она пришла, может, ну то есть вариантов массы. Разбираться, откуда взялись паразиты, агрономам некогда. Каждый весенний день на счету. Сейчас здесь ведутся работы по обрезке деревьев. Площадь большая, 50 гектаров, а это почти 100 футбольных полей. К тому же надо подготовить почву для новых экспериментальных садов. А это молодой сад. Этим деревьям всего два года. Они посажены по современной технологии, которая заключается в том, что расстояние между деревьями сократилось в полутора метров до 90 сантиметров. Это позволяет высаживать больше яблонь. Также деревянные столбы заменили бетонные, высота которых достигает 4 метров. Это позволяет кроне расти выше и давать больше плодов. Если погода будет благосклонна, то этот сад даст свой первый урожай. И румяные яблочки с этих веток появятся на прилавках крымских рынков уже летом. С Илья Салямова, Игорь Сюткин. Утро нового дня. А ведь не только рынков. Насколько я знаю, многие автолюбители имеют привычку покупать фрукты и овощи прямиком возле сада. Ну, можно сказать, что на трассе. Либо на трассе, да, вот у дороги. Но, как ни крути, чтобы оказаться на трассе, нужно туда доехать. А для этого нужно топливо. Об этом прямо сейчас и поговорим. Следуем за мной. С большим удовольствием расскажу вам, сколько на данный момент стоит горючее. Газа. Всего несколько наименований, но все нужные и необходимые. Начнем, конечно, с газа. На данный момент самое, пожалуй, что экономичное топливо. Да вы только посмотрите на цену. 27 рублей 57 копеек. Чуть менее, чем в два раза дешевле дизеля. Который 51 рубль 32 копейки за литр. А вот 92-й тоже дешевле дизельного топлива. Он стоит 46 рублей 99 копеек. Давайте говорить 47. 95-й бензин дороже. Ясное дело. Стоит 50 рублей 38 копеек. Фактически на 3 рубля. 98-й бензин. Самый высокобюджетный на данный момент на рынке. Стоит 56 рублей 59 копеек. Цифра практически неизменная. Неудивительно, бензин достаточно дорогой. Да, и к тому же подходит далеко не для всех автомобилей. А вот что подходит для всех и каждого, так это разбираться в ситуации на рынке. Так что давайте узнаем, сколько стоят валюты на сегодняшний день. Поговорим про два наименования. Это евро и доллар. Начнем с второго. Доллар стоит 63 рубля 94 копейки за единицу. Соответственно, он немного понизился. Евро не уступает ему и тоже немножко сбавило в цене. 72 рубля 36 копеек за наименование. Так что можно сказать, что ситуация на рынке в принципе стабильная. Потому что, насколько я помню, понижение было и вчера. А цены на бензин практически не изменились. На полуострове сейчас во все обсуждают разные экономические темы в связи с Ялтинским международным экономическим форумом. И опять же хочу напомнить, что там уже побывало больше 4,5 тысяч гостей. И это еще далеко не предел. Ну и с одним из них, с гостем из Сирии, удалось пообщаться политологу Денису Батурину. И он именно спросил у него, какие перспективы в взаимоотношениях есть у Сирии и Крыма. Крым24 продолжает работу на Ялтинском международном экономическом форуме. У нас в гостях гости Сирии. Шейх доктор Фаррис Альтай. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, к представителю Сирии есть очень много вопросов. Времени немного, но зададим основные. Спросим, как вы видите роль России в современном мире, исходя из опыта вашей страны? В сфере последних событий я могу сказать, что именно Россия правильно интерпретировала законы организации объединенных наций, международные законы. Россия не сделала ничего плохого ни в отношении Сирии, ни в отношении международных законов. Как вы думаете, за действиями России в помощи Сирии, в помощи другим государствам сейчас в Венесуэле, это что, расширение сфер влияния, либо защита национальных интересов России? Прежде всего, я хочу поблагодарить президента Путина за все, что он сделал для других стран, и Россию, потому что Россия как старший брат, как отец для других стран. Я хотел бы шейху доктору Фаресу Альтаю напомнить, что Крым пережил продовольственную блокаду, энергетическую и транспортную, то, о чем он как раз-таки и говорил, говоря о санкциях. Также, безусловно, согласиться, что то, что делает Россия, это основывается на нормах международного права. Это присутствие в Сирии, в Венесуэле, и это возвращение Крыма на основе воли изъявления граждан крымского референдума. Я бы хотела сказать, что санкции – это не выражение воли людей. То, что правительство принимает санкции против другой страны, это не значит, что люди согласны с этими санкциями, но оно должно быть именно так. И говоря об отношениях России и Сирии, конечно, Сирия должна много денег России, но мы не можем заплатить этот долг в деньгах, мы можем заплатить их, обучая наших детей. Мы можем заплатить нашей дружбе, мы можем заплатить традициями, отношениям, культурой и таким образом строить мост дружбы между нашими странами России. И я хочу поблагодарить президента Крыма, который пригласил нас сюда, на этот экономический форум. Благодарю вас за ответы на вопросы. Благодарю за участие. Приезжайте в Крым, в Россию еще. Ну что же, а перемены проходят буквально на улицах столицы Крыма. Дело в том, что сотрудники МБУ «Город» в рамках содержания улично-дорожной сети города проводят работу по замене дорожных знаков и обновлению дорожной разметки. Между прочим, не на одной улице. А в целом 27 стоек и 38 новых знаков появятся на таких улицах, как Сперо, Маршала Жукова, Самокиша. На улицах Садовая, Репина, Тролейбусная, Евпаторийское шоссе, Бульвар Ленина, площадь Куйбышева будет нанесена новая разметка общей протяженностью фактически в 10 километров. Ну, давно пора обновить, на самом деле, потому что я даже знаю, что на ряде улиц центральных, да, в центре Крымской столицы разметка уже просто стерлась. Поэтому все эти двойные сплошные водители проезжают и говорят, что, ну, все равно ее не видно. Поэтому не нарушил, значит, можно. Конечно, но дело в том, что в отсутствии линии разметки водитель обязан провести гипотетическую сплошную линию. Поэтому пересекать улицу, если на ней видно, что слегка стерлась, она сплошная, да, не стоит, достаточно опасно. Тем более рекомендуем смотреть на знаки, потому что в отсутствии разметки знак является приоритетным. Поэтому, в принципе, мне кажется, очень часто там показано движение только прямо, допустим, или поворот налево запрещен. Так что жульничать не надо. Ну, Артем говорил о приоритетах, а я хочу сказать о тех днях, которые были приоритетными в этот день в истории. 19 апреля 1970 года на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, который в народе прозвали «Копейкой». Этот советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса выпускался 42 года, и только 7 лет назад производство этих машин прекратилось. 19 апреля 1971 года в СССР запустили первую орбитальную станцию «Салют». Ее смонтировали на космодроме Байконур и на орбиту вывели ракетой-носителем «Протон-К». В космосе она находилась 175 суток. После вхождения в плотные слои атмосферы обломки станции «Салют» упали в Тихий океан. 19 апреля с 1984 года во всем мире отмечают День подснежника. Этот праздник придумали в Англии. Там этот цветок называют снежной каплей или снежной сережкой, в Чехии — снежинкой, а в Германии — снежным колокольчиком. 19 апреля с 2014 года отмечается День российской полиграфии. Праздник берет свое начало еще в XVI веке. Тогда, в 1564 году, вышла в свет первая напечатанная на Руси книга «Апостол». 19 апреля отмечают День юридической службы Министерства внутренних дел России. В этот праздник обычно награждают сотрудников МВД государственными наградами, присваивают внеочередные звания, вручают грамоты и благодарности. Сегодня, 19 апреля, впервые на государственном уровне будет отмечаться День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Еще в декабре 1783 года подписанием Акта о мире торговли и границах обоих государств Османская империя признала присоединение Крыма к России. Это стало возможным благодаря внешней политике императрицы Екатерины II. А мы продолжаем знакомить зрителей с циклом видеороликов, посвященных юбилею 75-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. И эти ролики снимали сотрудники нашей телерадиокомпании совместно с актерами Русского драматического театра имени Горького. И один из них вы можете увидеть прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok С первых дней Годины Горькой В трудный час земли родной Не шутя, Василий Теркин Подружились мы с тобой Но еще не знал я право, что с печатного столбца Всем придешься ты по нраву А иным Войдешь в сердца До войны Едва ль в помине Был ты, Теркин, на Руси Теркин? Кто такой? А ныне Теркин кто такой? Спроси Теркин, как же Знаем, помним Парень свой, как говорят Словом, Теркин Тот, который На войне лихой солдат На гулянке гость не лишний На работе хоть куда Жаль, давно его не слышно Может, что худое вышло? Может, с Теркиным беда? Не должно того случиться Не похоже Враки Вздор Как же, если очевидца Подвозил один шофер В том бою Лежали рядом Теркин будто бы привстал В тот же миг его Снарядом Бронебойным Наповал Нет Снаряд ударил мимо А слыхали так, что Мина Пуля дура А у нас Говорили, что Фугас Пуля, боба или мина Все равно Не в том вопрос А слова Перед кончиной Он какие Произнес Говорил Насчет победы Он вперед Примерно так Жаль Сказал, что До обеда Я убитый Натощак Неизвестно, мол Ребята Отправляясь на тот свет Как там Что Без аттестата Признают нас Или нет Нет Иное Почему-то Слышал Раненый боец Молвил Теркин в ту минуту Мне конец Войне Конец Если так Тогда не верьте Разве это Не вдомек Не подвержен Теркин смерти Коль в войне Не вышел срок Жив-здоров Бодрее, чем прежде Помирать Наоборот Я В такой теперь Надежде Он Меня Переживет Праздник Близок Мать Россия Оберни На запад Взгляд Далеко Шел Василий Вася Теркин Твой Солдат То серьезный То потешный Нипочем Что дождь Что снег В бой Вперед В огонь Кромешный Он идет Святой И грешный Русский Чудо-человек И все же Невероятно важно Проводить грань Между настоящим героизмом И безрассудством Которое По сути Можно назвать Исключительно Хулиганством Я говорю это Не просто так Совсем недавно Сторудники ГИБДД Столицы Задержали Можно сказать Автогонщика На микроавтобусе На микроавтобусе Известной фирмы Достаточно большом Который Не только Был за рулем пьяный Но еще и устроил Настоящую погоню в городе Это где? В каком городе? В Симферополе? В Симферополе Да, наши столицы И смысл в том Что он Пересек множество линий Переехал на красный свет Светофора Не один раз И по сути говоря Нарушал скоростной режим регулярно Но когда понял Что от сотрудников Правоохранительных органов Не уйти Он оставил автомобиль И решил На своих двух Скажем так Умчаться вдаль Только дело в том Что физическая подготовка Видимо была не так хороша Как водительские навыки Пробежал горе герой 200 метров И был пойман Соответственно Сейчас идет следствие Тем более Если он был в алкогольном состоянии Алкогольного опьянения Далеко не убежишь А во-вторых Такие суровые наказания За пересечение Одной сплошной Либо двух сплошных И при этом Что там либо штраф Очень большой При этом грозит лишением прав Вообще Я представляю Насколько он там Себя прав лишил На какой период времени Я более того скажу Что это второй раз подряд Когда водитель был пойман За рулем В состоянии алкогольного опьянения А это значит Что возможно Права уже нельзя будет Восстановить В принципе Я не знаю Как эта схема работает Но нарушение серьезное Удивлен я вот чему Что такая зрелищная погоня Крупногабаритный автомобиль За ним едет полиция Не попала в сеть Ведь крымчане Очень любят снимать все На видеорегистраторы И потом Заливать специальные группы В социальных сетях Но к слову Видео все равно достаточно Да и фото тоже Давайте посмотрим И вновь перекресток Улиц Чехова И Красноармейской На этот раз Столкновение было Настолько сильным Что один из автомобилей Перевернулся Неужели нельзя Установить лежачий полицейский Пишут пользователи И действительно Аварийность на этом участке Требует эффективных решений Водители Соблюдайте скоростной режим И будьте внимательны За рулем На улицах Симферополя Новые испытания Принять участие Может каждый пешеход Хочет он того Или нет Отсутствие дренажной системы Прорывной дождь И автомобили Идеальные условия Для того Чтобы принять бесплатный душ Прямо посреди города Комментаторы шутят Нужно развивать ловкость И внимательность Серьезные времена Требуют серьезных мер Севастопольские коммунальщики Радикально отреагировали На просьбу граждан И буквально Перегородили долгожданным Контейнером дорогу Теперь конечно Есть куда выкидывать мусор Но вот пройти негде Некоторые комментаторы Встали на защиту Городских служб Нечего ставить автомобили На месте урн Тем более что Автомобили довольно-таки Часто переграждают путь пешеходу Придумайте название Такому человеку сами Пишет автор фотографий Действительно Никакая спешка Не оправдает Причинение неудобств другим Думайте Не только о себе Инновационный Скоростной контроль На дороге между селами В Саксском районе Ямы Плотно в таком Плачевном состоянии Что она больше напоминает Поверхности Марса Тут тебе и кратеры И характерная тряска Надеемся Что после такого Видеообращения Ситуация изменится Иначе на такие приключения Никакой подвески не хватит Очередное ДТП На трассе Таврида На этот раз Перевернулся большой груз С прицепом Судя по фото Грузовик перевозил кирпичи Которые после аварии Высыпались на обочину Соблюдайте скоростной режим А я напоминаю Что трасса Таврида Работает в тестовом режиме Там сейчас Из-за того Что многие водители Не соблюдают Правила дорожного движения Несмотря на огромное количество Камер там установленных Там очень возросла аварийность Поэтому призываем водителей Быть более бдительными Потому что действительно Еще раз напоминаю Эта трасса Пока еще работает В тестовом режиме Все ее запустили Только для удобства Крымчан и жителей Республики Ну а если говорить Не о трассах Полуострова А например О дорогах города И вообще ситуации В крымской столице То с нами На прямой связи со студией Уже Стефан Филатов И он готов рассказать нам Как обстановка в городе Доброе утро Коллеги Доброе утро Жители Крыма Сегодня у нас пятница Это значит Что до выходных Остался последний рывок С чем я вас и поздравляю Год назад В этот же день Максимальная температура Была около 16 градусов Сегодня нам Синоптики Такого не обещают Будет вдвое меньше Около 8 градусов На улице на самом деле Прохладно Поэтому рекомендую вам Не забывать Теплые вещи И не забывайте также о том Что сегодня Возможен дождь Также Хотелось бы Еще отметить Что Самая холодная температура 19 апреля Была зафиксирована В 1876 году Из-за природных аномалий Она была холодной Везде Абсолютно По всему миру И хотелось бы В преддверии выходных Проанонсировать вам Мероприятие Которое состоится Вот здесь На площади Ленина В 12 часов В это воскресенье День здоровья Тематическое мероприятие Будет направлено На поддержание Популяризацию Здорового образа жизни Концерт пройдет В 12 до 18 часов И вот в рамках Этого концерта Можно будет также Пройти обследование Здесь будет Мобильный маммограф Находиться Можно будет сделать Также флюорографию Так что Мероприятие будет масштабным Приглашаем всех И хороших вам выходных Студия Передаю вам слово Чисто А по ветру И потому Как камера Не выдерживает Наплывов ветра Понятно Что на самом деле Погода достаточно холодная Ветренная Ветренная Так что Полагаю Стефан мог замерзнуть Ну действительно Если раскачивается Аппарат То скорость там Не маленькая Кстати Сегодня вообще Интересно совпало У нас такой день Будем говорить много Про сельскую местность Про сады и так далее А у меня как раз И новость хорошая Для всех работниц Которые проживают На территории сел Работают возможно В тех же самых садах Которых мы говорили Дело в том Что группа депутатов О главе с спикером Госдумы Вячеславом Володиным Внесла на рассмотрение В нижнюю палату парламента Очень важный закон Закон о сокращении Рабочего дня для женщин Проживающих в сельской местности Мне помнится Мы даже об этом Репортаж не мали Да потому что Были какие-то вопросы Потому что Его чуть ли не собирались Там продлять Сейчас собираются Все-таки сократить Что в принципе Довольно разумно Но женщины Это все лето Работают очень много А помимо этого Еще хозяйство На двух работах считай Потому что Они занимаются хозяйством На ферме Где они работают И потом они приходят домой И занимаются Идентичным хозяйством Но в этот раз Чтобы уже просто Как-то обеспечить Прожиточный минимум Для себя Поэтому конечно Это Как говорят депутаты Меры соцзащиты Женщин работающих в селах Поэтому мы поддерживаем Правильно И главное Что отдыхать Тоже нужно И обязательно А как вообще Живется в селе И как раз таки О том беби-буме Который там происходит Мы сейчас вам И расскажем Просматривая этот ролик Сначала кажется Что это очередная страница Модного блогера Но если присмотреться Можно понять Что видео Трансляции И фотографии Сделаны не в зоопарке А дома Мы любим волосы кушать Юлия с детства знала Что будет заниматься фермерством После свадьбы Сказала мужу Пора ехать в деревню Так на клочке земли В Новоселовке Мечта потихоньку Становилась явью Сначала обзавелись курами Потом купили свиней Ко-суток В семье стала традицией Дарить на праздники Новых обитателей двора Наверное Он бычка получит Если я найду Конечно Такой породок Кого хочу Потому что Как бы это Редкие Редкие Мясные Гирифорды Юлия не интересуется Модными новинками Светскими раутами Зарубежными курортами Женщина мечтает Об экзотических животных В своем хозяйстве Хочу большую-большую-большую ферму Зоопарк там развести У меня, наверное, было бы там все Я бстрауса, наверное, завела себе Хотя муж, наверное, говорит, что нет Он все говорит нет Он и на куриц говорил нет И на собак говорил нет И на Внутри кричал тоже нет Это я не буду этих чудовищ разводить Зачем они нам нужны Жить в глубинке Значит, трудиться, не покладая рук Без праздников и выходных Но для многих Это и есть Самое настоящее счастье Жить в деревне Вставать рано Кормить домашнее хозяйство Менять им под стил Такая жизнь Настоящая романтика Но я бы так не смогла А Юлия смогла И занимается этим На протяжении двух лет Такая жизнь Полна сюрпризов Например, этому козленку Семь дней И зовут его братуха В этом небольшом загоне Живут козы Все молодые Самой старшей беляшки Два с половиной месяца Четверых красавиц Завели одновременно Малышек нужно было Кормить сосочки Каждые четыре часа Когда у тебя маленькие козлята Считай, у тебя как бы ребенок Это на месяц как минимум Не знаю, мы это пережили Слава богу Вот у нас теперь они Как бы большие Хорошие козочки Вот большие Два с половиной месяца Им два Травку кушают сами Все хорошо Ну, я, наверное, И табун бы завела При должном уходе Животные всегда отвечают взаимностью Они чувствуют человека Во дворе настоящий бэби-бум Вот курица-наседка Греет не только яйца Но и дает тепло Маленькому приемышу Гусик Вопросом, что было сначала Яйцо или курица Здесь никто не задается Некогда думать над законами бытия Тут с большим хозяйством бы справиться Маленькие да удаленькие Все это о перепелках Хулиганские С обменным здоровьем А о питательных свойствах их яиц Давно говорят диетологи И спортивные тренеры Одно перепелиное яйцо В три раза превышает По количеству микроэлементов куриное Буквально за полчаса Эти перепелочки-бройлеры Снесли уже шесть яичек Витамины Определенный температурный режим Чистая вода Освещение Хорошая вентиляция Залог будущего здоровья бройлеров Это цыплята-бройлеры Им деви дней И завтра они будут переезжать На другую площадку Двое детей и муж Куры, утки, перепелки, козы, свиньи и собаки Юлия Хайбулаева успевает все И за домом следить И за собой ухаживать И на достигнутом Останавливаться не планирует В мечтах Страусиная ферма И собственное производство сыра Ольга Литвиненко Алексей Семенов Утро Нового дня Ну темы развития Экономического развития Их как раз таки затрагивают сейчас В Ялте На южном берегу Крыма И в принципе Мы сегодня будем рассказывать Мы и телеканал Первый Крымский Крым 24 Целый день О том Какие инвестиционные соглашения Подпишут Потому что там прогнозируются Просто рекордные суммы Это миллиарды Сотни миллиардов Да, знаешь Я вот как раз сидел Когда ждал сюжет И думал Ну какой же бэйби-бум А вот оказывается Какой, да Буквально говоря Экономический Потому что увеличился Общий процент ресурса Который производит Крымское село Крымская деревня Но ведь не только Сел касается вопрос Увеличения инвестиций И объема финансов Да, но я уверена Что большое количество Предпринимателей Именно сельской местности Они как раз таки И будут пытаться договориться Подписать какие-то контракты В Ялте Но я знаю Кто еще приехал Для того, чтобы Просто пообщаться Наладить какие-то Экономические связи Да и просто Из политических соображений Политических аспектов И с этими людьми Уже пообщался Александр Макарь Сотни стран Тысячи участников Ялтинский экономический форум Продолжает свою работу Большое количество Зарубежных делегаций Но не только зарубежных Наверное Условно зарубежных В данном случае В лице Дениса Пушилина Главы ДНР Кроме того Рядом с нами сейчас находится Депутат Госдумы Андрей Казенко Господа Если говорить О Ялтинском экономическом форуме Вот как новостей На повестке на сегодня И участие Представителей Донбасса Непосредственно в этом мероприятии Планируете ли вы Использовать такой Уже наработанный Крымом Опыт у себя Может стоит организовать Аналогичный форум И точно так же Прорывать политическую Экономическую Санкционную блокаду Безусловно Опыт очень полезен Что если говорить О подобного уровня Форуме Нам пока рановато Но по объяснимым причинам Там непризнанности и прочее Но тем не менее Разного рода мероприятия Выставки Они проводятся В рамках Работы интеграционного комитета В рамках работы Русского центра Постоянная работа Прорывать информационную блокаду И вообще Заявлять о себе Что ДНР существует Не только Как территория Где идет война А увы У многих Именно такое впечатление А и как Республика Пусть непризнанная Но которой развиваются Промышленные предприятия У которых Есть огромный потенциал Ну конечно же Это наша задача И это мы будем делать На постоянной основе Ну Крым тоже нельзя сказать Что полностью признан Но нам в принципе Наверное это и не нужно Если я правильно понимаю Андрей Вот опыт Ялтинского форума Это показывает Когда в первый год Делегаты иностранные В основном Боялись сюда приезжать Боялись не столько Из-за того Куда они едут Сколько из-за того Какие сложности У них могут возникнуть После визита на полуостров Сейчас мы видим И количество И качество Участников Ялтинского форума Оно возрастает Андрей Ну вот вероятно Мониторите Те соглашения Которые удается подписывать Можно ли говорить Об их качественном улучшении Тоже Безусловно В Крыму сегодня Пожалуй Наверное Самый лучший Инвестиционный климат Если даже сравнить С другими субъектами Российской Федерации С территорией Огромных возможностей Свободная экономическая зона Любое производство Которое сегодня Будет здесь организовано Оно будет востребовано Не только производство И финансовая сфера И туризм Поэтому безусловно Из года в год Качество подписанных Соглашений Оно растет Это я думаю Признают все Многие Даже там Может где-то наши Оппоненты Здесь самое главное Расширение географии Состава участников Это очень важно Что сегодня Крым привлекает Дополнительные средства И это является Сама по себе Вот эта площадка Форум экономический Является очень серьезным Механизмом роста То есть не просто Там какая-то Болтовня и говорильня А это действенный механизм Раскрытия нашего потенциала Поэтому вот Нам есть что показать Сегодня Приехали наши коллеги Из Донбасса И очень хороший Презентационный стенд Донецкой Народной Республики Вот я считаю Что Вот это еще Новые возможности Для наших Промышленников Производственников Донецкая и Луганская Народные Республики Все-таки два разных субъекта Да так скажем Не думали объединиться Ведь вместе Проще Решать проблему Или как Андрей сказал Вы и так по сути Два субъекта Уже практически В составе Российской Федерации Конечно Ну послушайте Мы во многом Себя считаем Едиными уже Едины по духу Единая история Одни и те же враги Одни и те же друзья То есть мы двигаемся В одном направлении Но что касается Каких-то там Объединений или нет Ну Наверное не совсем Своевременно Потому что Ну есть Определенные там Причины Включая там Опять же Минскую площадку И прочее То есть Но Это не мешает нам Двигаться В едином фарватере Господа Ну всему свое время Мы подождем Да Но даже в этом ожидании Продолжим развитие Благодарю вас за беседу И у всех Я еще одну небольшую Ремарочку Вот Крым сегодня Прошел свою первую Российскую пятилетку Хочу сказать Что 11 и 12 мая Это дни республик Донецк и Луганский Они тоже свою Российскую пятилетку Прошли Я считаю достойно Поэтому вот впереди Считаю Что нас ждет Действительно Новые успехи Новую победу Спасибо Тем не менее Увы Не все джентльмены Так хорошо держатся Более того Соблюдают приличия И хорошие манеры Я конечно говорю Про мошенников Которые выдают себя За СМИ И таким образом Оборовывают Ну кого вы думаете Пенсионеров Рассказываю Как это происходит Таких и джентльмены Называть не хочется Конечно Совершенно не хочется Как это происходит На самом деле На ней создают Ненастоящий Поддельный сайт Который имитирует Сайт СМИ Федерального значения На этом сайте Появляется опция Возврат На пенсионных накоплений Которые видимо Когда-то были не выплачены Ну возможно Перерасчет Я не знаю Что под этим Понимают пенсионеры Для этого требуется Указать все свои Личные данные А во-вторых Отправить небольшую комиссию На то Чтобы был осуществлен Вот этот перерасчет Собственно говоря Ну это та история Про мошенников Жертвой которой Стала недавно И я Мы недавно Снимали даже Об этом материал Ну и конечно Не с пенсионными Накоплениями связанных Но Я надеюсь Но тем не менее Сейчас мошенники Активизировались Как никогда Буквально Сотни тысяч Взломанных страниц В социальных сетях И мы уже предупреждали С Артемом Что настоятельно Прежде чем Кому-то перечислить Какую-либо сумму денег И предоставить Свои личные данные Банковской карты Тем более С пин-кодом Либо с обратными Тремя цифрами Десять раз убедитесь Что это действительно Ваши знакомые И если вам приходят Сообщения по типу Ну теперь ты мне не друг Так лучше позвонить И спросить Друг или не друг Они Не знаю Все-таки Лишатся своих Кромных денег Тем более Отдать их Неизвестно кому Тем более Что эти мошенники Потом Ликуют в социальных сетях Выкладывают Разные видеоролики Но мы для вас Сделали подборку Совершенно другого Иного Другого рода Видеороликов Что мы сейчас И продемонстрируем Когда на улице Наступили жаркие деньки А у тебя Шуба Кролик Видимо Уставший От летнего зноя Остывает Под прохладным потоком Воздуха Из кондиционера Малыш Моментально Полюбился Пользователем Интернета Лучше рекламу И не придумаешь Пишет в комментариях Действительно Зрелище Умиротворяет Берегите Братьев Наших Меньших Как говорится Не метай Арбуз во врага Не ясно Зачем Но кто-то Построил Целую шеренгу Катапульт Стреляющих Тыквенами Только вот Вне зависимости От типа Снаряда Орудие Требует Специальных Навыков Иначе Может случиться Всякое Например Ядро Полетит Не в ту сторону Надеемся Горе Артиллеристка Не сильно Пострадала Эмоции Героя Этого Видео Не передать Словами Мужчина С рождения Страдающий Дальтонизмом Получил на свое 66-летие Необычный Подарок Очки для коррекции Цветовой слепоты Подарок не из дешевых Семье пришлось Копить на него Долгое время В итоге От удивления И неожиданности Отец семейства Начинает буквально Махать руками От радости Невозможно Не улыбнуться Не играй с огнем Правило Известное с детства Но выходит Что соблюдают Его далеко не все Девушка Ради удачных кадров Решила дотронуться До угля В результате Ожог Будьте осторожны Лайки и подписки Того не стоят Йо-йо Детская на первый взгляд Игрушка Но на самом деле Настоящий Спортивный снаряд Требующий Долгих тренировок И выдержки Герой видео Поразил пользователей Интернета Исполнив трюк Без закрепленной веревки Оказывается И такое возможно Как ни крути А у совершенства Нет предела Неделя выдалась По-настоящему Жаркой В сеть попали кадры Одной из вечеринок Казалось бы Ничего необычного Не считая настоящего Огнемета В руках девушки На сцене Мало того Что напалмовое пламя Опасно само по себе Направлять оружие Вверх Очень опасно Жидкость могла Пролиться и на нее Есть вещи Которые лучше Не делать Безотходный попугай Безотходный попугай По сети Разлетелось видео На котором Хозяин Бережно Надевает корону Исперев Своему крылатому Питомцу Бирюзовый неразлучник Терепеливо ждет Когда композиция Будет закончена А потом Должно быть Полетит Хвататься Перед другими Пернатами Не стесняйтесь Наряжаться И удивлять Окружающих Ну что А все еще При помощи интернета Но переместимся В немного другие локации Да что уж там В наши родные Например Давай посмотрим По веб-камерам В городе Симферополь Что там происходит На площади Ленина Да Мы просто с Артемом До этого решили Что Стефан Филатов Наш мобильный корреспондент Который выходил с нами На прямую связь До этого был Немножко темный Такой засвеченный А нам захотелось Посмотреть Так ли на самом деле На улице темно Тем более Что я утром Видела, что светло Да Я тоже скажу честно Добирался на работу Смотри Во-первых Как идет Интересно Мультипликационный Я бы даже сказал Дым Я тоже на него Обратила внимание Это первое Что бросается в глаза Да Подсвеченный солнцем По всей видимости Выглядит Ну ты знаешь Не знаю что там сжигают Скорее всего Тепловая станция Какая-то Но Выглядит Безусловно И понимаем Что это находится Недалеко от нашей Телерадиокомпании Потому что мы видим Родную вышку Башню Которая Так красиво На весь Симферополь Горит по ночам Вот этими красными Маячками Красными огнями Ну и видно Что светло Тепло Ну не тепло Здесь я уже говорила Что светло По крайней мере Что люди ходят Потому что бывало такое Что мы с Артемом В это время смотрели Как там подглядывали За людьми на улицах А не было никого В принципе Ну хочу сказать Посмотри И движение транспорта Какое В принципе все-таки Биоритмы людей Связаны с появлением Солнышка на небе Потому что сейчас На освещенной площади И людей больше И автомобили двигаются бодрее А я знаю Очень многих людей Которые говорят Что без солнца Извини Вот смотри Переходить дорогу Не установленном месте Нельзя так делать Между прочим Очень аварийное место Раньше в этом месте Даже когда был переход Была очень большая аварийность На самом деле Вот прям при нас Зафиксировали Надеюсь он посмотрит Запись эфира И станет стыдно И самое главное Чтобы детей Все-таки не учили Подобным переходам Потому что часто бывает Что мама ведет ребенка А ну они же все впитывают И в неположенном месте Переходят И еще и его торопят Нет чтобы показать Что есть зеленый Есть красный Есть желтый Один стой Другой жди Третий иди И тогда уже ребенок В принципе его можно будет Со спокойной душой В школу отпускать Когда ты понимаешь Что он будет соблюдать Правила дорожного движения Если с детства К этому приучает То потом автомобилистам Вероятно будет послушно Тем более посмотри Уже повсюду установлены Лежачие переходы Это мы между прочим Угадайте где Это Севастополь Совершенно верно Севастополь И троллейбусы Вот не спешат совсем Можно спокойно перейти Кстати между прочим Мне кажется что сейчас Один из сотрудников Работников Что-то возможно Даже с переходом Делают на наши глаза Вот краш Там даже мужчина заинтересовался Делают Что-то какие-то переходы Но я заметила Что в Севастополе Тоже ходят новые троллейбусы Что уже радует Потому что в Семферополе Тоже очень много новых троллейбусов Комфортабельных Совсем недавно был в Севастополе Хочу сказать Вот был удивлен Количество Средиземноморских растений Которые растут на берегу Скажу тебе откровенно и честно Запах розмарина До сих пор просто Слышу этот Потому что это нечто невероятное Все-таки Жизнь у моря Она такая специфичная Романтичная Красивая А главное Что имеет свои запахи Ароматы Ну и даже вкус соли во рту Вот о запахе моря Сейчас как раз таки Я сижу и мечтаю При том что Напоминаем еще раз Что сегодня пятница Поэтому если вы быстро успеете Сделать все свои дела Просто съездите на выходных Отдохните Приведите время Насладившись берегом морским Потому что у крымчан Есть особое преимущество Перед другими людьми Потому что у них это все в доступности Просто в часовой Но касательно запахов Их можно ощутить Не обязательно куда-то выезжая А например Дома на кухне Об этом прямо сейчас вам и расскажу В древней Индии О них узнали раньше Чем о соли В древнем Египте Их добавляли в лекарственные И косметические средства А в древнем Риме На них уходила Большая часть бюджета граждан Этот столь универсальный товар Привычный в наше время пряности Но поверьте Здесь дело не только во вкусе Сейчас при лавке магазинов Полны всевозможных приправ Разных форм, цветов и ароматов А ведь еще совсем недавно Их использовали не только в кулинарии Пряностям была отведена Одна из главных ролей В экономике древних государств Сейчас же привыкший К разнообразию Гастрономической корзины покупатель Относится к ним куда проще Чем они того заслуживают Приобретают чаще всего Уже готовые смеси Признаются продавцы Сборные только в пакетах Они не хотят В заводских упаковках Набор стандартный Простой Высыпал в блюдо И готово Шашлык, курица, мясо Большинство плов А зря Ведь любой опытный кулинар скажет Каждая приправа Имеет свой характер Которая раскрывается На разных этапах готовки Специалисты согласны Для себя смесь Они составляют самостоятельно Я всегда составляю Для плова, для шурпы И универсальную Паприка, куркума, зира и барбарис Природные усилители Вкуса и аромата Любое блюдо Утратит без них Свой характер Спасибо Но что если я вам скажу Что гастрономическая ценность Это лишь маленькая толика От общей пользы Этого удивительного продукта Пряности и специи Укрепляют иммунитет Заживляют раны И даже способствуют похудению Имбирь, чеснок и жгучий перец Содержат вещества Которые ускоряют метаболизм Тело вырабатывает больше энергии А соответственно Сжигает лишние килограммы Правда Также они повышают и аппетит Так что увлекаться ими не стоит Сушеные бутоны гвоздичного дерева Например Не только улучшают пищеварение Но и являются антисептиком И слабодействующим анестетиком Молотые на заводе Свежемолотые Или цельные Какие пряности выбрать Какие сохранят свой вкус и аромат Дольше Казалось бы Ответ очевиден Но на деле не все так просто Весь секрет в аромате При идентичных условиях Молотые специи Конечно Уступают свежим Но на деле герметично запакованный Измельченный перец Может сохранить свой аромат дольше Чем раскрытые Лежащие во влажной среде горошек Лучше брать проверенные Герметичные упаковки Душистых приправ Мало кто знает Но некоторые пряности Такие как шафран Или черный перец Нуждаются в легкой Предварительной обжарке Это позволит раскрыть вкус И аромат Ну что же От прилавков Наполненных разными цветами и ароматами Отправляемся в то место Где эта палитра вкусов Сочетается в единой Кулинарной картине Готовить не только вкусно Но и правильно Целое искусство Знакомиться с удивительным Пряным миром Стоит постепенно Не спеша Для начала Стоит довериться Опытным поварам И лишь затем Ощутив то Каким этот вкус может быть Попробовать самим Тем более Что многовековой опыт Их использования Воплощенный во всевозможных Рецептах Уже давно Находится в открытом доступе Приправы и специи Попали в Европу Через Рим Ну а римляне Открыли их для себя В процессе налаживания Торговых путей Никакая кухня Не расскажет О культуре потребления Пряностей Так как индийская Во всем есть свои тонкости Для жарки Например Необходимы приправы Более крупного помола Они легче переносят жар Рассыпчатые Лучше добавлять в блюда Которые готовятся Недолго Или не жарятся вовсе Иначе специи подгорят В мясе Мы добавим Вот эти приправы Вот эти Да И вот это у нас Есть трава такая Ну Ну как метод Да Вот эта трава Можно Ну Блюда с сыром Блюда, которые мы готовим Туда добавить Очень вкусно будет А это значит Что куркума Кардамон Бадьян И красный перец Незаменимые Поможники на кухне Правда Не все травки Так легко можно найти В Крыму Мы привозим Наши специи Из Индии Потому что Здесь нет Таких специй Которые Соответствовали бы Требуемому вкусу Так и получается Что рукула зачастую На вкус Как одуванчик А душистый базилик Напротив Перебивает весь вкус Блюда Но пожалуй Самой привлекательной Яркой пряностью Был и остается Бадьян 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 Соблюдается Вот на мясо Еще Чай Масала Мы делаем Только кардамон Имбирь Воздика И Бадьян Все верно Специи можно добавлять Не только В основные блюда Сухой и свежий имбирь Отличается по вкусу Настолько Что порошок Добавляют в кондитерские Изделия А сам корень В салаты Первые и вторые блюда Все благодаря его остроте Вся индийская кухня Острая Но наличие Специй Которые являются Противовоспалительными Они смягчают Действие этой остроты Люди даже С проблемами С желудком Могут кушать Эту острую еду Противовоспалительным Эффектом В свою очередь Обладает Большинство Индийских приправ Их можно употреблять Не только для усиления Вкуса Но и в профилактических Целях Особенно Этим отличается Куркума Она обладает Антисептическим Свойством Как на внешние Источники На коже Порезы Например Так И при употреблении Внутрь Главное помните Во всем этом разнообразии Важно одно Найти приправу Для себя Экспериментируйте Пробуйте Не бойтесь Открываться новому Ведь как ни крути А дело все же Во вкусе Ну Вот и закончилось Наше гастрономическое путешествие Оно было интересным И ароматным Помните Знает толк в пряностях Не тот Кто добавляет их В каждое блюдо А тот Кто не добавляет В него Ничего лишнего А у меня Две новости И обе хорошие Во-первых Мы уже Час как в эфире Потому что Стартовали в 7 А уже посмотрите В 8 Многие наверное Спешат на работу Поэтому Не засиживаемся Собираемся Мы вам в этом поможем Но самое главное Что мы будем Еще целый час Делать ваше утро Бодрым и интересным В прямом эфире На канале Крым 24 И первый крымский Ну и напоминаю Что с вами в студии Сегодня это утро Встречает Арсен Андроновский Александр Акарнович И еще раз Доброе утро Если вы все еще Не стали со своих кроватей То уже давно Пора это сделать Иначе потом придется Все делать в попыхах Да И можете попасть В пробки Об этом Кстати Расскажем подробнее А главное Прослушать все Что говорим мы Потому что Когда спешишь Непонятно ничего И завтрак пропустить И новости Интересные актуальные Новости у нас сегодня Действительно немало И да Одна из главных новостей Это сегодня Ялтинский международный Экономический форум Которому приковано Сегодня Внимание Наверное Всего мира Но об этом Чуть попозже А сейчас К другим новостям Благодарность за службу Более 60 семей Крымских военных Ушедших в запас До 18 марта 2014 года Получили субсидии На приобретение Жилья Программа действует В рамках выполнения Указа президента Российской Федерации Список составлен И на этот год Кто получил деньги И уже может рассчитывать На приобретение Новых квадратных метров Расскажет Александр Федорчак Ко мне клён Шумит Над речной волной Говорили мы О любви С тобой Фотографии в форме И памятные награды Денис Пучиков Живёт в Ялте Гордится своим Военным прошлым Во время службы Обеспечивал безопасность Высших должностных Лиц Украины На пенсию ушёл В 2011 году По состоянию здоровья Служба Тем более такая служба Она даёт Действительно Жизненный опыт И возможности Уверенность Чувствовать В любой ситуации Моя супруга Татьяна Она знает Что Слушай меня Всё будет хорошо Пока Денис Вместе с женой Не выехал из общежития Но уже запланировал Новоселье В будущем году Когда весной 2018 Узнал об указе Президента Собрал пакет документов И вскоре получил Субсидию На покупку Своего жилья Новая квартира В Симферополе И вот эта кошка Первая зайдёт В нашу новую Просторную квартиру Вадим Чернов Один из тех Кто также давал присягу Ещё украинской армии Служил в Крыму С 2008 года Военный пенсионер Но жилья Не получил Ни во время службы Ни после неё В 2014 году Подал заявление На субсидию Для её получения Я такой сертификат Не получил Обратился я В администрацию Города Симферополя В декабре 2018 года Насколько я знаю Со слов представителя Администрации Что я признан Участником Этой программы Соответственно С указом президента Но сертификат Мне будет В связи с тем Что там проверка шла Затем Они должны провести Свою работу И так далее Будет выдан Примерно Ну я так понял В первой половине 2019 года Таких людей В Крыму Десятки Военнослужащие Не раз пытались Сдвинуть эту ситуацию С мёртвой точки На проблему Крымских военнослужащих Уволенных в запас Ещё в украинский период Пристальное внимание Обратил президент России Владимир Путин Благодаря программе Минстроя 62 такие семьи Уже получили Единоразовую выплату Общая сумма которой Состояла почти 147 миллионов рублей Часть из них Уже использованы Сумма зависит От состава семьи В расчёт Берётся стоимость Квадратного метра 47 тысяч 600 рублей Одинокие граждане Получат более полутора миллионов Для семьи из двух человек Субсидия почти 2 миллиона рублей До трёх и более По 900 тысяч на каждого Выплаты продолжаются На этот год Деньги уже заложили в бюджет Порядка 135 миллионов В бюджете Федеральном Предусмотрено На Республику Крым Что позволит И в этом году Выдать порядка 59 таких Свидетельств Деньги этого года Уже поступили В бюджет Республики И как раз сегодня Они поступают С счёта Минстроя Крыма На счёта Соответствующих Местных бюджет Сейчас около 700 дел Военнослужащих На рассмотрении Городских администраций Крыма Там принимают Решение о том Кто в первую очередь Нуждается в этой субсидии Александр Федорчак Зарема Дадаева Сейтмемент Кукшиев Роман Ананьев Александр Кровец Новости 24 Севастопольцы Отметили 75-ю годовщину Усвобождения Балаклавы От немецко-фашистских Захватчиков Именно с этого Ключевого пункта Началось освобождение Всего города-героя В честь памятной даты Здесь прошёл Парад и митинг-реквием Главным событием Стало прибытие Поезда Победы Подробнее о праздновании Исторического дня Анастасия Соснина Борис Павлович Малько Был в числе тех Кто 75 лет назад Первыми прорвались В Балаклавскую бухту А 17-летним юношей В рядах советских солдат Он освобождал город От немецко-фашистских Захватчиков С 17-го Просмотрели все возможности И на танках Вместе с другими частями Подразделений В то время Красной Армии И освободили Балаклаву Это 18 апреля Сегодня Победа наша Досталась кровью Большими потерями Благодаря взятию Балаклавы Удалось начать Штурм Сапун-горы 9 мая 44-го Равно за год До окончания войны Севастополь Был полностью Занят советскими войсками Ежегодно В памяти Севастопольцы В их числе Курсанты И школьники Вместе с участниками Великой Отечественной войны Движутся По главной улице Балаклавы Потомки героев Несут портреты Своих бабушек И дедушек В составе колонны Движется и военная техника В этот исторический день Волонтеры пронесли по городу Символ воинской доблести Огромную георгиевскую ленту Участие в шествии Принимали даже самые юные Севастопольцы Невозможно без таких мероприятий Без таких чувств Такого ощущения Воспитать личность Которая потом В будущем Будет защищать Своё Отечество Торжественные мероприятия Прошли и возле Обелиска Защитникам И освободителям Балаклавы Главным событием Стал поезд Победы Прибывший на Железнодорожный вокзал Севастополя Передвижной музей Встречали сотни жителей Экскурсию провел Экипаж в форме Бойцов Красной Армии За моей спиной Легендарное 45-миллиметровое Тротивотанковое оружие Которое Всю войну Применялось На поле боя Одно из первых Вошло в обращение Далее идет Легендарная пушка ЗИС-3 Которая применялась Для уничтожения Тяжелых немецких танков Прикоснуться к оружию С которым советские солдаты Защищали нашу страну Мог каждый Фото на память Обязательно Тут машина Зенитка Оружие Мне понравилось Очень понравилось Конечно, это история Дети должны помнить Особенно важно, что много детей Поезд отбыл Севастопольского вокзала Чтобы вернуться в Крым Ровно через год К 75-летию Великой Победы Анастасия Соснина Александр Бухтияров Новости 24 Севастополь Ну и еще одна хорошая новость В Крымской столице До конца 2019 Года Высадят почти 50 тысяч деревьев Ну, цифра Неплохая Потому что Мы давно говорим О том, что Крымская столица Давно нуждается В озеленении Тем более, что Когда-то Севастополь имел статус Одного из самых Зеленых городов Советского Союза Знаешь, совершенно правда Когда Смотрю старую хронику Видео Когда еще эти Белые-белые хрущевки Стоят на фоне Зеленых парковых улиц Солей и прочего Конечно, хочется Почувствовать Каково жить В настолько зеленом Симферополе Но Думаю, что скоро И почувствуем Потому что цифры Не маленькие Ну, только послушайте Значит, будет высажено Около 2 тысяч кустарников Будет высажено 5 тысяч луковичных Как я понимаю Это тюльпаны И тому подобное Ну да, как раз таки И 45 тысяч цветущих растений Это же не просто зелень Это еще и цветения Яркие, красивые И главное Приятно пахнущие Ну, Симферополь Что уж там Превратится в настоящий сад Ну, и тем более Что, в принципе Наш регион Крым Он такой Что тут просто Все благодатно Благодатная почва Поэтому Цвети, расти Не хочу Ну, и тем более Если за этими растениями Еще и ухаживает А я знаю Где еще ухаживает За растениями Например, в Нижнегорске В Нижнегорском районе Но подробнее об этом Расскажется Алия Салямова Нижнегорский район Давно славится Своими сочными персиками Ароматными яблоками И сладкой черешней Сады здесь обширные Ряды деревьев Протянулись до горизонта До этой весны Главной проблемой Местных садоводов Считалась вода С которой на полуострове Сложно Но не так давно Пришла другая беда Заморозки Совсем недавно 11 дней подряд У нас была такая ситуация Из-за этого уже почка была напухшая Из-за этого у нас сам пестик Сам по себе То есть он Вот он должен быть здесь И он должен быть зеленый Видите, он темноватый То есть 50% почек Не пережили этого заморозка Несмотря на погодные капризы Агрономы не отчаиваются Хоть деревья и дадут меньше плодов Зато элитного класса Однако плодоносить им осталось недолго Эти персиковые сады Являются старожилами Им уже 19 лет А сорт персиков Хоть и сладкий Но плохо переносит Заморозки и засуху Последние годы Свои там доживают И потом уже на этом месте Если получится У нас то, что мы задумали Мы посадим По современным технологиям Нужные подходящие сорта То есть это уже мы пересмотрим Тоже персиковых или яблоневых Да, да, персиковых Зато совсем другая ситуация Обстоит с яблоневыми садами Весенние морозы пережили легко К тому же с недавних пор Деревья обрезают По современным технологиям Подсмотренным у польских, немецких И голландских специалистов Низ кроны мы оставляли Более толстые ветки И чем ближе к верху мы подходим Тем сужается крона сама Благодаря такой обрезке Лучи солнца попадают на все ветви И даже самые нижние Которые обычно находятся в тени Это позволяет дереву Полностью прогреться в жару Что дает красивый Красный цвет яблокам Теперь главное справиться С незваными гостями В прошлом году активизировались Клещи и тля Которых здесь не видели 5 лет Скорее всего могли завести Допустим саженцами Молодые сады закладывают Могли Я знаю там с Голландии Откуда еще завозят Могли Может так она пришла Вариантов массы Разбираться откуда взялись Паразиты Агрономам некогда Каждый весенний день на счету Сейчас здесь ведутся работы По обрезке деревьев Площадь большая 50 гектаров А это почти 100 футбольных полей К тому же надо подготовить почву Для новых экспериментальных садов А это молодой сад Этим деревьям всего 2 года Они посажены по современной технологии Которая заключается в том Что расстояние между деревьями Сократилось с полутора метров До 90 сантиметров Это позволяет высаживать Больше яблонь Также деревянные столбы Заменили бетонные Высота которых достигает 4 метров Это позволяет кроне Расти выше И давать больше плодов Если погода будет благосклонна То этот сад Даст свой первый урожай И румяные яблочки С этих веток Появятся на прилавках Крымских рынков Уже летом С Илья Салямова Игорь Сюткин Утро нового дня До лета, конечно, придется еще потерпеть А вот на рынках топлива Уже дела и обстоят Интересно Об этом и поговорим Следуем за мной Все расскажу максимально подробно Ну, насколько сам знаю Что уж там Начнем, конечно, традиционно с горючего И это газ 27 рублей 57 копеек Конечно, самое дешевое топливо на рынке На данный момент А вот дизель Все-таки я скажу даже Что находится на втором месте По дороговизне Потому что стоит он 51 рубль 32 копейки 92-й Ясное дело Дешевле 46 рублей 99 копеек Еще копейка И вот уже Будет целых 47 95-й бензин Стоит 50 рублей 38 копеек Ясное дело Дороже 92-го Хотя, стоит сказать Чего только Не говорят Что и он менее экономный Да и вполне возможно Для некоторых автомобилей 92-й подойдет Лучше 98-й бензин Который как раз-таки Хорошо подходит для автомобилей Который 92-ым Точно заправлять нельзя Стоит 56 рублей 59 копеек Увеличенное Октановое число Значит Мощнее И должен быть По идее Экономней Кстати Про экономию Хорошо, что вспомнил Поговорим про Рынок валют Разберем Два наименования Евро Доллар Сколько стоит Упали Или Выросли В цене 63 рубля 94 копейки Стоит доллар Это Небольшое падение Евро Не уступает И тоже Немножечко Понизил Свой курс Это 72 рубля 36 копеек За единицу Собственно говоря Не так уж и плохо Кто-нибудь может Даже Успеет купить Но Скажу честно В финансовых вопросах Я не мастак Наше дело Скажем так Выходить В прямой эфир Да? И не только со студии Ну и мало того, что Артем уже проинформировал наших зрителей о том, какая ситуация обстоит на рынке валют, так а Стефан Филатов уже готов рассказать, какая обстановка в центре крымской столицы Ну либо не в центре, но по идее в центре Доброе утро коллеги, доброе утро те, кто присоединились к нашему эфиру Мы находимся на улице Киевская И первое, о чем вам сегодня хочется рассказать, это о том, что кто-то торопится на учебу, кто-то торопится на работу Но вне зависимости от того, куда вы спешите, утром всегда есть большие риски попасть в пробку Сегодняшний день не стал исключением, хотя они сегодня небольшие Тем не менее, заторы уже образовались на площади Советской со стороны Ленина, а также в районе Куйбышевского кольца Кстати, говоря о дорогах, хочу вам рассказать о том, что на этой неделе коммунальщики занялись нашими дорогами На 10 километрах городских дорог преобразилась уже разметка Также коммунальщики на этом не останавливаются Сейчас они занимаются заменой опоросвещения на 27 улицах Помимо этого, также они будут красить лавочки и реставрировать ограждения Все это, конечно же, сделает наш город лучше в преддверии лета, летнего сезона А пока что у нас весна, и пока можем сказать, что вместе с весной порой обновление природы Также обновляется и наш город Студия, передаю вам слово Спасибо Да, правда весна, конечно, она об этом немножко забыла, но ничего Мы тут ей каждое утро напоминаем Кстати, о дорогах В Москве 44-летний местный житель живет в дворе своего дома Ну, ничего необычного, правда, живет вот он в машине одной крупногабаритной Потому что поссорился с женой, и та выгнала его из дома Ну, уезжать он не хочет, значит, заклеил картоном окна, чтобы дети во время игр во дворе не заглядывали И занимается там заточкой ножей и ремонтом мелкой техники, например, часов Ну, это как нужно было довести, да? Ну, видимо, супругам виднее в любом случае Ну, а если вы не ругались со своей половинкой любимой, то лучше сходить сегодня пятница как раз таки И сходите в кино Но о том, какие сеансы можно выбрать в театрах либо кинотеатрах, мы вам расскажем В театре имени Горького постановка «Любовь со взломом» В центре сюжета взаимоотношения известного тележурналиста с таинственной незнакомкой Попутно поднимаются актуальные для современного мира вопросы Феорический детектив от заслуженного деятеля Искусств Республики Крым Юрия Хаджинова Начало в 19.00 В музыкальном театре детская постановка «Волшебная лампа Алладина» Сказка-мюзикл о бедном пареньке, который нашел сокровища Яркое оформление, бесподобные костюмы и световые эффекты придутся по душе самому маленькому зрителю Начало в 13.00 Также для младшей аудитории в театре имени Горького спектакль-игра «Сказка-цепочка» Непринужденная атмосфера помогает малышам прочувствовать персонажей и атмосферу праздника Артисты пляшут, шутят, демонстрируют фокусы и стирают грань между сценой и зрительским залом Начало в 10 утра и в 11.30 В кинотеатрах в этот день мелодрама «После». Случайная встреча разделила жизнь главных героев на «до» и «после». Она — воплощение добродетели и прилежания, и он — бунтарь с темным прошлым Если бы не случай, они бы никогда не обратили внимания друг на друга Но судьба распорядилась иначе Сеансы вы можете выбрать самостоятельно Также в кино супергеройский фильм «Шазам» Главный герой Билли Бэтсон оказывается в приемной семье Несмотря ни на что, он преследует единственную цель — найти свою настоящую мать Но однажды мальчик попадает в мир магии Где достаточно прокричать одно слово — «Шазам» Чтобы превратиться в настоящего супергероя Время сеанса вы можете выбрать самостоятельно Для детской аудитории мультфильм «Пушистый шпион» Жизнь домашней кошки Марни кардинально меняется После того, как грабители-преступники Отправляют ее в коробки в другой город Главная героиня оказывается в глухой деревне Где она знакомится с псом, петухом и ослом Ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе Сиазы преимущественно в утреннее время На что еще сегодня буду смотреть? Так это на прямые трансляции с Ялтинского международного экономического форума Я напоминаю, что сегодня к ЮБК приковано внимание практически всего мира И один немаловажный момент Что там очень много политиков из разных стран Уже, в принципе, анонсируется, что примерно только за первый день форума Посетило около 90 участников из 90 стран В принципе, сумма колоссальная Ну, я знаю, что там же на форуме работает И политический обозреватель телеканала «Крым-24» Дмитрий Михайлов И он пообщался с политиком из Бундестага И что нового рассказал ему о политике из Германии Мы можем услышать прямо сейчас Добрый день! Мобильная студия телеканала «Крым-24» продолжает свою работу На полях Ялтинского международного экономического форума И сейчас у нас в гостях депутат Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Герт Добрый день! Добрый день! Скажите, пожалуйста, Ялтинский форум, мероприятие, как следует из его названия, в первую очередь экономическое Но мы слышим здесь очень много политических заявлений И сюда традиционно приезжают всевозможные политики Причем, как мы видим, даже из Европы, которая в свое время объявила санкции Против Крыма и против России по поводу Крыма На ваш взгляд, насколько важна политическая составляющая этого форума? Я думаю, разделить две эти вещи очень тяжело В моем понимании, как политика, который занимается бизнесом, занимался бизнесом раньше Задача политики создавать благоприятные условия для бизнеса, для рабочих мест, для мостиков сотрудничества Моя позиция, она понятна, до тех пор, пока товары, бизнесмены, школьники, культура, границу пересекают Этого не будут делать танки Вот с этой точки зрения надо на все смотреть Что здесь политическое и что здесь коммерческое, я бы не стал этого разделять Конечно, тяжело убрать с площадки Крыма политическую окраску Но если бы такой форум проходил на Камчатке, и я видел бы интерес для моей страны участия в этом Потому что Германия не имеет нефти, у нас нет газа Мы живем только за счет сотрудничества с другими государствами и странами Тем более, вам есть что предложить Да, и тем более, что такой сосед, как Россия, игнорировать его, это политическая безграмотность и недальновидность Вот моя позиция в этом вопросе А что может конкретно Крымский регион предложить Германии и наоборот? Что вы можете предложить Крыму в его нынешнем положении? Сложным, говорить международным Очень сложно, да, очень сложно, потому что санкции очень жесткие Они намного жестче, чем против всей России Но как раз поэтому мы и здесь Потому что говорить о каком-то конфликте, опираясь на информационное пространство, медиальное Это, ну, все уже понимают, что это неправильно Я хочу видеть своими глазами, я хочу слышать своими ушами Для того, чтобы выстраивать политические процессы в Бундестаге на основании моего личного опыта И поэтому никто мне не может запретить посещать эти регионы А рассуждать о крымчанах, о Крыме на основании Гугля или на основании чего? Так не решаются конфликты Так они никогда не решатся Конфликт может решиться тогда, когда нейтрально настроенные политики посетят и непредвзято оценят ситуацию здесь Вот эта заявка украинского МИДа и прокуратуры, что мне нельзя сюда и не надо сюда Я задаю вопрос, ну, если вы хотите, чтобы страдания этого народа под российским ермом Чтобы об этом узнал весь мир, вам надо наоборот посылать сюда всех людей Почему же вы меня не пускаете? Боитесь чего-то? Не хотите чего-то? Правды не хотите? Я ее не боюсь Я думаю, что это основная моя задача сохранить, сохранение мира на европейском континенте И задача парламентариев, мы отвечаем за войну и мир на этом континенте Та тенденция, которую мы сейчас видим в Европе, она, к сожалению, не ведет к миру И только такие люди, как я и мои коллеги, мы пытаемся развернуть вот этот процесс в обратную сторону Ради наших детей, ради наших внуков, ради наших обоих стран Какова была формулировка от правительства Меркель по поводу проблемы крымских немцев Которые лишены возможности нормально, значит, общаться со своими соотечными? Ну, формулировка, понятно, территория нами не признанная Выданные документы на этой территории мы не можем признать как легитимные И поэтому мы не можем дать разрешение на въезд Мой ответ и контрответ был Но, несмотря на это, мы запускаем на нашу территорию почти 2 миллиона людей У которых не то что нелегитимных документов, у них никаких документов нет И мы играем в гуманитарную какую-то помощь тем людям, которые вообще-то в ней не нуждаются Речь идет о беженцах, всевозможных горячих точек, да, Ближний Восток и так далее И не только горячих, это просто уже теперь бизнес беженцы Большое спасибо, это было мнение Вальдемара Герта, депутата Бундестага Напоминаю, что мы работаем на полях Ялтинского международного экономического форума Ну, сила в единстве и желаю удачи вам в вашей деятельности Спасибо большое Вот чего действительно хочется, чтобы гости форума успели застать Ялту во всей красе Ну, скажем так, в ее настоящей весенней, зеленой, приятно пахнущей морской такой погоде Ну, потому что мы-то живем фактически в Средиземном море, потому что Черное море ходит в бассейн И очень хотелось бы, чтобы гости насладились этой настоящей крымской погодой Которая, между прочим, не за горами, хотя на самом деле буквально находится за горами Потому что циклон задерживает именно гряда крымских гор Ну, хочется сказать, что для этого им придется задержаться хотя бы на несколько дней Потому что на этих выходных, да, прогнозируют заморозки Особенно в предгорных районах, в горных даже до минус двух Но, тем не менее, все-таки мы надеемся на то, что вот сейчас еще погода побалуется И все-таки побалуют у нас уже потом совершенно другими атмосферными осадками А точнее их отсутствием и ярким солнцем Ну, как говорится, на погоду надейся, на метеорологов слушаем Поэтому мы предлагаем прямо сейчас ознакомиться с прогнозом погоды на ближайший день Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон» В городах все довольно-таки неплохо Плюс 11, плюс 13 градусов тепло днем в зависимости от берега И плюс 4, плюс 5 и даже плюс 6 градусов ночью Ну, это тоже зависит от берега Симферополю повезло немного меньше Плюс 9 днем и ночью плюс 2 Это я вам скажу уже почти заморозки Достаточно холодно В Севастополе дела попроще Плюс 14 днем плюс 4 ночью Это значит, что, ну, хотя бы севастопольцы не так сильно замерзнут, как Симферопольцы Ну, главное, чтобы погода не влияла на аграриев, да, на их работу, на поля И, кстати, если мы уже говорили об аграриях, то крымские аграрии получат больше 300 миллионов рублей субсидий на поддержку племенного животоводства Об этом уже заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Владимир Анюхин Он сказал, что в этом году получится как раз, если быть точнее, 307 миллионов рублей на поддержку А заявки составляют вот до 6 декабря 2019 года Ну, и, в принципе, пояснилось, что более 212 миллионов рублей предусмотрено на поддержку племенного животноводства И сохранение на нарощенное поголовье голов То есть сейчас это для того, чтобы увеличивалось количество вот сколько-то рогатого скота, опять же, таких в селах, в сельской местности Чтобы аграрии чувствовали господдержку Для этого и нужны, по сути, субсидии, которые будут выдаваться Ну, а если подробнее говорить о селе и сельской жизни, Ольга Литвиненко подготовила специальный материал именно на эту тему Просматривая этот ролик, сначала кажется, что это очередная страница модного блогера Но если присмотреться, можно понять, что видео, трансляции и фотографии сделаны не в зоопарке, а дома Мы любим волосы кушать Юлия с детства знала, что будет заниматься фермерством После свадьбы сказала мужу, пора ехать в деревню Так на клочке земли в Новоселовке мечта потихоньку становилась явью Сначала обзавелись курами, потом купили свиней, косу, уток В семье стала традицией дарить на праздники новых обитателей двора Наверное, он бычка получит Если я найду, конечно, такую породу, которую хочу, потому что это редкие, редкие мясные гирефорды Юлия не интересуется модными новинками, светскими раутами и зарубежными курортами Женщина мечтает об экзотических животных в своем хозяйстве Хочу большую-большую-большую ферму, зоопарк там развести У меня, наверное, было бы там все Я б страуса, наверное, завела себе Хотя муж, наверное, говорит, что нет Он все говорит нет Он и на куриц говорил нет, и на собак говорил нет И на нутри кричал тоже нет Это я не буду этих чудовищ разводить, зачем они нам нужны Жить в глубинке значит трудиться, не покладая рук, без праздников и выходных Но для многих это и есть самое настоящее счастье Жить в деревне, вставать рано, кормить домашнее хозяйство, менять им под стил Такая жизнь настоящая романтика, но я бы так не смогла А Юлия смогла и занимается этим на протяжении двух лет Такая жизнь полна сюрпризов Например, этому козленку семь дней и зовут его братуха В этом небольшом загоне живут козы Все молодые, самой старшей беляшке два с половиной месяца Четверых красавиц завели одновременно Малышек нужно было кормить сосочки каждые четыре часа Когда у тебя маленькие козлята, считай, у тебя как бы ребенок Это на месяц как минимум Не знаю, мы это пережили, слава богу Вот у нас теперь они как бы большие хорошие козочки Вот большие, два с половиной месяца, им два Травку кушают сами Все хорошо Ну, я, наверное, и табун бы завела При должном уходе животные всегда отвечают взаимностью Они чувствуют человека Во дворе настоящий бэби-бум Вот курица-наседка Греет не только яйца, но и дает тепло Маленькому приемышу Гусик Вопросом, что было сначала, яйцо или курица, здесь никто не задается Некогда думать над законами бытия Тут с большим хозяйством бы справиться Маленькие да удаленькие – все это перепелка Хулиганские с обменным здоровьем, а о питательных свойствах их яиц Давно говорят диетологи и спортивные тренеры Одно перепелиное яйцо в три раза превышает по количеству микроэлементов куриное Буквально за полчаса эти перепелочки-бройлеры снесли уже шесть яичек Витамины, определенный температурный режим, чистая вода, освещение, хорошая вентиляция – залог будущего здоровья бройлеров Это цыплята-бройлеры, им 9 дней, и завтра они будут переезжать на другую площадку Двое детей и муж – куры, утки, перепелки, козы, свиньи и собаки Юлия Хайбулаева успевает все – и за домом следить, и за собой ухаживать И на достигнутом останавливаться не планируют В мечтах – страусиная ферма и собственное производство сыра Ольга Литвиненко, Алексей Семенов – утро нового дня А из села обратно в город К тому же наш корреспондент Стефан Филатов прямо сейчас на прямой связи с нами Посмотрим, как там обстоят дела Доброе утро, коллеги, еще раз доброе утро тем, кто присоединился к нашему эфиру Мы сейчас хотели попасть в какое-нибудь живописное место нашего города Показать зеленые насаждения Но, как видите, пробки становятся все больше И доехать мы туда просто не успеваем Сейчас мы находимся на улице Ленина А хотели показать вам красивый пейзаж Потому как есть отличная новость для всех жителей Симферополя и для всех крымчан Дело в том, что до конца текущего года коммунальщики высадят по всему Симферополю более 50 тысяч зеленых насаждений Среди них будут деревья и кустарники Почти две тысячи И 46 тысяч будет цветов посажено в этом году Часть будет посажена до лета И другая часть посадки начнется уже в сентябре То есть тут действительно можно сказать, что весна это пора обновления И вот такой будет подарок для жителей и гостей центра столицы нашего полуострова Студия, передаю вам слово Ну что же, можно сказать, что действительно пробки, проблема серьезная Но знаешь, что главное? В любой ситуации водитель должен быть взаимовежливым Кстати, про вежливость у нас ведь есть интересная новость на этот счет Да, между прочим, депутатам, по-моему, области, сейчас скажу какой Думы Астраханской области им запретили ругаться матом Но мало того, что матом ругаться, так и, в принципе, сквернословить И какие-то вот обидные выражения подбирать Да, все дело в том, что им запретили какую-либо агрессивную политику в социальных сетях Значит, теперь есть кодекс этики депутатов Он, кстати, был на самом деле и раньше, но там не было такого уточнения Теперь от депутата требуется достойное поведение в социальных сетях Это, как вы понимаете, комментарии, какие-то посты, что-нибудь и подобное Репосты, может быть, даже и в любом случае Все должно быть прилично, вежливо А я считаю, правильно? Да, безусловно, правильно Мало того, что мне кажется, что этот опыт перемотка, которые другие регионы нашей страны И в первую очередь, я думаю, что... Ну, я не замечала особо каких-то матерных ругательств на страницах А в социальных сетях у наших депутатов, у наших парламентариев Но в любом случае, где-то на материке это встречается, вероятнее всего, чаще Раз пришлось принять вот такую вот поправку в законодательстве Но, тем не менее, вроде ничему дурному она не учит Тем более, что в социальных сетях, как мы все знаем, сейчас сидят не только взрослые, но и дети Ну, я могу понять, там холоднее на материке, я сама понимаю Нрав круче, да, ты хочешь сказать? Нрав круче, да, конечно, крепкое слововцо Но, а с другой стороны, в современном мире страничка человека в социальной сети Может рассказать о нем гораздо больше, чем его поведение в реальной жизни Так что еще неизвестно, хорошо ли, что мы запретили им показывать то, какие люди на самом деле А так-то можно было сразу вежливого депутата отличить от невежливого И понимать, кому идти обращаться с вопросом Вообще, интернет влияет на нашу жизнь просто колоссально Уже невозможно представить человека без странички в социальной сети Или канала на ютубе, ну, хотя бы, на котором он подписывается где-нибудь Потому что ты уже относишься к недоверию и спрашиваешь А где ты живешь? Чем ты занимаешься? Из какого леса ты сбежал? Да, из интернета Но, кстати, про интернет Все, в нем один человек не хватит Сколько бы на ютубе не просидел Поэтому специально для вас мы собрали подборку самых актуальных видео за эту неделю Когда на улице наступили жаркие деньки, а у тебя шуба Кролик, видимо, уставший от летнего зноя, остывает под прохладным потоком воздуха из кондиционера Малыш моментально полюбился пользователям интернета Лучше рекламу и не придумаешь, пишет в комментариях Действительно, зрелище умиротворяет Берегите братьев наших меньших Как говорится, не метай арбуз во врага Неясно зачем, но кто-то построил целую шеренгу катапульт, стреляющих тыквенами Только вот вне зависимости от типа снаряда Орудие требует специальных навыков Иначе может случиться всякое Например, ядро полетит не в ту сторону Надеемся, горе, артиллеристка не сильно пострадала Эмоции героя этого видео не передать словами Мужчина с рождения, страдающий дальтонизмом, получил на свое 66-летие необычный подарок Очки для коррекции цветовой слепоты Подарок не из дешевых Семье пришлось копить на него долгое время В итоге от удивления и неожиданности Отец семейства начинает буквально махать руками от радости Невозможно не улыбнуться Не играя с огнем, правило известное с детства Но выходит, что соблюдают его далеко не все Девушка ради удачных кадров решила дотронуться до угля В результате ожог Будьте осторожны, лайки и подписки того не стоят Йо-йо, детская на первый взгляд игрушка Но на самом деле настоящий спортивный снаряд Требующий долгих тренировок и выдержки Герой видео поразил пользователей интернета Исполнив трюк без закрепленной веревки Оказывается и такое возможно Как ни крути, а у совершенства нет предела Неделя выдалась по-настоящему жаркой В сеть попали кадры одной из вечеринок Казалось бы, ничего необычного Не считая настоящего огнемета в руках девушки на сцене Мало того, что напалмовое пламя опасно само по себе Направлять оружие вверх очень опасно Жидкость могла пролиться и на нее Есть вещи, которые лучше не делать Безотходный попугай По сети разлетелось видео, на котором хозяин Бережно надевает корону из перьев своему крылатому питомцу Бирюзовый неразлучник терпеливо ждет, когда композиция будет закончена А потом, должно быть, полетит хвастаться перед другими пернатами Не стесняйтесь наряжаться и удивлять окружающих Попугаю хорошо, он-то может полететь А вот человеку нужно еще добраться до местного значения Учитывая, что в городе уже стоят пробки Посмотрим буквально с высоты птичьего полета На то, что происходит в Симферополе А возможно и за пределами Ну, посмотрим, как успеем Итак, сразу скажу, ситуация, ну, типичная Стоит центр города От этого давайте и будем отталкиваться Посмотрим внимательней Итак, площадь Куйбышева И, как всегда, по направлению к площади Куйбышева Тянучка на улице Киевская Практически стоит, особенно перед кольцом, проспект Победы Улица Киевская со стороны МОЗ Кольца тоже малодвижима И тянучка на проспекте Кирова Кстати, на проспекте Кирова затруднено движение и до площади Советской На которой, ой, совсем интересная ситуация Тянучка нет, нет, исключительно в одну Хотя, вот, хочу сказать, что за мостом, который ведет через Солгир Да, затруднено движение в обе стороны А вот на улице Ленина, между прочим Сейчас тоже тянучка в обе стороны Причем в сторону Пролетарской Там движение, как я понимаю, вообще нарушено То есть движения нет в принципе А вот на площадь Советскую все-таки еще тянучка Но я могу сказать, как это объехать А объехать это очень просто По объездной Потому что она, к счастью, не стоит, ну, фактически никогда Конечно, конечно, люди Те, кто едет за городом, они на развязках сразу же поворачивают в город И поэтому половина кольца, в принципе, свободна Вот настолько свободная объездная, что даже непонятно сразу На самом деле опять мы видим с высоты птичьего полета Что занята развязка, исключительно развязка А сама дорога пустая, свободная Собственно, вот она ситуация на дорогах Я думаю, что тот, кто выйдет пораньше Ну, например, уже узнав информацию от нас Может успеть А кто никуда не спешит, лучше ему остаться И посмотреть, что мы покажем дальше Ну, и да, из хорошего Это ни разу сегодня не сказал об авариях А значит, их нет Да Ну, надеюсь, что аварий нет и на дорогах Которые ведут к южному берегу Крыма Потому что там сегодня Туда сегодня будет ехать очень много машин В том числе там сегодня опять будет работать Александр Макарь Который общается с иностранными делегатами Которые приехали на Ялтинский международный экономический форум О чем они говорят, мы можем узнать прямо сейчас В экономическом форуме большое количество иностранных гостей Более всего из старых стран Именно в этой студии мы будем обсуждать Наиболее важные вопросы Вопросы, которые в дальнейшем Решения которых в дальнейшем Поможет наладить сотрудничество Между Крымом, Россией в целом И рядом других стран И сейчас в нашей студии Представитель одной из бизнес-компаний Франции Господин Пеле, здравствуйте Здравствуйте, Саша А, все-таки вы владеете русским немного? Да, чуть-чуть Это радует, действительно Очень радует, когда люди, которые приезжают в Крым Готовы перенимать Наши культуры Готовы перенимать наши традиции Узнавать о полуострове больше Но все-таки форум бизнес-направленности Поэтому в большей степени Хотелось бы поговорить о бизнесе Какие направления интересны вам? Я приехал в Крым сегодня Потому что сейчас много разных Возможностей в Крыму Чтобы их проанализировать И эти возможности Касаются сельского хозяйства Здесь есть порт, который мы хотим развить Вложить деньги, чтобы поддержать проект Который был предложен Путиным Сейчас много проектов Сейчас много проектов Которые представляют разные страны По поводу моста между Европой и Китаем И часть этого проекта будет проходить через Крым И нам нужно искать новые коридоры И вот этот коридор может проходить сейчас через Украину Но сейчас из-за декларации И поскольку не существует Сельско-дорожных путей Между Украиной и Россией Поэтому очень сложно сейчас использовать этот путь И опасно использовать этот путь Поэтому мы хотим узнать подробнее Что происходит в Крыму Если говорить о вашем проекте Действительно, это очень важный Очень масштабный проект Но тем не менее, он в большей степени Долгосрочный Он рассчитан на долгосрочную перспективу Ведь учитывая санкции Разве получится его реализовать В короткие сроки Это хотелось бы Но как получится на самом деле Из-за санкций Пока нельзя сказать Что касается Керчи Использовать мост в этом проекте Я знаю, что железная дорога Будет проходить через Крым И поезда будут приходить по этому мосту И фактически мы можем так соединить Крымские порты с европейскими портами И конечно, в политической ситуации Будут проблемы в налаживании связей Но мы должны их решать В какой-то момент Согласно Конституции Европейского Союза И Европейский Союз поймет Что такие санкции Такие санкции не в интересах Европейского Союза В отношении санкций против Крыма И Америка, и Франция И Европейский Союз Участвуют в этих санкциях Но они должны договориться по поводу Крыма И поэтому я здесь Потому что я хочу встретиться С управляющими Новороссийского порта Поскольку это геополитика И мы должны, несмотря на санкции Найти решения И открытие порта в Новороссийске И решение этого вопроса Нам поможет установить торговые связи Между Китаем и Европой Я благодарю за беседу Уверен, что такого рода связи Удастся наладить И решение вопроса Не только обхода санкций Но и их преодоления И полного снятия Не за горами Благодарю вас Господа, ну, собственно Как показывает практика Большое количество проектов Которые только предстоит реализовать И многие из них действительно Вызывают интерес Для развития Не только Крыма России Но и в принципе Многих других стран Ну и хочется сказать Что Ялта, Севастополь И Керчь Вошли в число Первых 30 городов В России Где будет запущена Реализация проекта Минстроя России Умный город Соответствующее соглашение Подписано Ялтинском международном Экономическом форуме И любой процесс Наведения порядка Реализация проекта Умный город Должны идти Ну, параллельно Все эти моменты Так что ждем Когда преобразится Ялта, Керчь И Севастополь А это будет, я думаю Что в течение Довольно короткого времени Знаешь, а мы в свою очередь Занимаемся проектом Умный зритель И снимаем как можно больше Репортажей Чтобы поделиться тем Насколько многообразна И многогранна культура Нашего полуострова И поэтому Я кое-где побывал И поснимал Интересные вещи Про пряности Специи И приправы Предлагаем вам посмотреть Прямо сейчас В Древней Индии О них узнали Раньше, чем о соли В Древнем Египте Их добавляли В лекарственные И косметические средства А в Древнем Риме На них уходила Большая часть Бюджета граждан Этот столь Универсальный товар Привычный В наше время Пряности Но, поверьте Здесь дело Не только во вкусе Сейчас при лавке магазина Полны всевозможных приправ Разных форм Цветов И ароматов А ведь еще Совсем недавно Их использовали Не только в кулинарии Пряностям была отведена Одна из главных ролей В экономике Древних государств Сейчас же Привыкший к разнообразию Гастрономической корзины Покупатель Относится к ним Куда проще Чем они того заслуживают Приобретают чаще всего Уже готовые смеси Признаются продавцы Сборные Только в пакетах Они не хотят В заводских упаковках Набор стандартный Простой Высыпал в блюдо И готово Шашлык, курица Мясо Большинство Плов А зря Ведь любой опытный кулинар Скажет Каждая приправа Имеет свой характер Которая раскрывается На разных этапах готовки Специалисты согласны Для себя смесь Они составляют самостоятельно Я всегда составляю Для плова Для шурпы И универсальную Паприка Куркума Зира и барбарис Природные усилители Вкуса и аромата Любое блюдо Утратит без них Свой характер Спасибо Но что если я вам скажу Что гастрономическая ценность Это лишь маленькая толика От общей пользы Этого удивительного продукта Пряности и специи Укрепляют иммунитет Заживляют раны И даже способствуют похудению Имбирь, чеснок И жгучий перец Содержат вещества Которые ускоряют метаболизм Тело вырабатывает Больше энергии А соответственно Сжигает лишние килограммы Правда Также они повышают и аппетит Так что увлекаться ими не стоит Сушеные бутоны гвоздичного дерева Например Не только улучшают пищеварение Но и являются антисептиком И слабодействующим анестетиком Молотые на заводе Свежемолотые Или цельные Какие пряности выбрать Какие сохранят свой вкус И аромат Дольше Казалось бы Ответ очевиден Но на деле Не все так просто Весь секрет В аромате При идентичных условиях Молотые специи Конечно Уступают свежим Но на деле Герметично запакованный Измельченный перец Может сохранить свой аромат Дольше Чем раскрытые Лежащие во влажной среде Горошек Лучше брать проверенные Герметичные упаковки Душистых приправ Мало кто знает Но некоторые пряности Такие как шафран Или черный перец Нуждаются в легкой Предварительной обжарке Это позволит Раскрыть вкус И аромат Ну что же От прилавков Наполненных разными Цветами и ароматами Отправляемся в то место Где эта палитра вкусов Сочетается в единой Кулинарной картине Готовить не только вкусно Но и правильно Целое искусство Знакомиться с удивительным Пряным миром Стоит постепенно Не спеша Для начала Стоит довериться Опытным поварам И лишь затем Ощутив то Каким этот вкус может быть Попробовать самим Тем более Что многовековой опыт Их использования Воплощенный во всевозможных Рецептах Уже давно находится В открытом доступе Приправы и специи Попали в Европу Через Рим Ну а римляне Открыли их для себя В процессе налаживания Торговых путей Никакая кухня не расскажет О культуре потребления Пряностей Так, как индийская Во всем есть свои тонкости Для жарки, например Необходимы приправы Более крупного помола Они легче переносят жар Рассыпчатые Лучше добавлять в блюда Которые готовятся Недолго Или не жарятся вовсе Иначе специи подгорят В мясо Мы добавим Вот эти приправы Вот эти Да И вот это у нас Есть трава такая Ну Ну как мета Да Вот эта трава Можно Ну Блюда с сыром Блюда, которые мы готовим Туда добавить Очень вкусно будет А это значит Что куркума Кардамон Бадьян И красный перец Незаменимые Поможники на кухне Правда Не все травки Так легко можно найти В Крыму Мы привозим Наши специи Из Индии Потому что Здесь нет Таких специй Которые Соответствовали бы Требуемому вкусу Так и получается Что рукула Зачастую на вкус Как одуванчик А душистый базилик Напротив Перебивает Весь вкус Блюда Но пожалуй Самой привлекательной Яркой пряностью Был и остается Бадьян Бадьян А сам корень В салаты Первые и вторые Блюда Все благодаря Его остроте Вся индийская кухня Острая Но наличие Специи Которые являются Противовоспалительными Они смягчают Действие этой остроты Люди даже С проблемами С желудком Могут кушать Эту острую еду Противовоспалительным Эффектом В свою очередь Обладает Большинство Индийских приправ Их можно употреблять Не только для усиления Вкуса Но и в профилактических Целях Особенно Этим отличается Куркума Она обладает Антисептическим Свойством Как на внешние Источники На коже Порезы И при употреблении Внутрь Главное помните Во всем этом Разнообразии Важно одно Найти приправу Для себя Экспериментируйте Пробуйте Не бойтесь Открываться новому Ведь как ни крути А дело все же Во вкусе Ну Вот и закончилось Наше гастрономическое Путешествие Оно было Интересным И ароматным Помните Знает толк В пряностях Не тот Кто добавляет В каждое блюдо А тот Кто не добавляет В него Ничего лишнего В Кургановской области Есть такое село Называется оно Звериноголовское Очень необычное название Но необычное Это место Не только названием Уж поверь Дело в том Что в нем Находится Урановый рудник Это радиоактивный элемент Который обогащают И используют В разных Разных технологиях В том числе Даже в вооружении Так вот Дело в том Что жители И так на него Очень сильно жалуются Уверяют Что у каждой Третьей Четвертой Семьи Онкология Но он закопан Под землей А сейчас хотят Начать его раскапывать И этот уран добывать Потому что По словам специалистов Там находится Ну просто колоссальное количество Я сейчас пытаюсь найти информацию Сколько тонн Так-так-так-так-так Ну я уверена Что немало Раз они Собираются проводить Много десятков тонн Но самое забавное Семи тысяч тонн Да, семь тысяч тонн Вот И интересно Что прямо на здании Городской администрации Висит счетчик Который показывает Уровень радиоактивного фона То есть они видят Какая ситуация Да, вот как у нас Висят часы в центре города Так у них счетчик Который радиоактивного фона И фон нормальный То есть пока что Переживать не о чем Но вот такие вот Новости из села Звериноголовская Ну в любом случае Я понимаю Почему люди хотят Перестраховаться Но с другой стороны А паниковать Тоже Дело не хитрое Но и не всегда нужное Да Тем более что Есть и другие новости Кстати Эти другие новости С нами сейчас на связи Доброе утро Сережа Саша, Артем Доброе утро Как всегда рад вас Как ты вчера выжил Вчерашний день пережил С прямыми трансляциями С ЕМФ И как ты себя будешь Поощрять за это Отдыхом на выходных Знаете На выходных Что я могу сказать Что Как будут проходить Мои выходные Вы можете увидеть В прямом эфире Телеканала Крылья 24 А все остальное Время Свободное Я конечно же Проведусь с семьей А вчерашний день Прошел хорошо Спасибо за заботу Сегодняшний тоже Пройдет отлично Но хотелось бы узнать Что там на повестке Знаете Главная тема Не только этого дня А даже всей недели Это Ялтинский Международный Экономический форум Прямые включения Эксклюзивные интервью Трансляции Самых важных И интересных Пленарных заседаний Все это и не только В выпусках новостей В течение дня Наши журналисты Расскажут Как выполняется Программа По обеспечению Жильем военных Ушедших в запас И как в Симферополе Отметят очередную годовщину Принятия Крыма Тамани и Кубани В составе Российской империи Не переключайтесь Будьте в курсе Всех событий Мы расскажем первыми Спасибо большое Сереж Спасибо Удачных эфиров Да Сегодня действительно На телеканалах Первый Крымский Крым 24 В режиме нон-стоп Просто будут Десятки прямых Трансляций И прямых включений Наших корреспондентов Да Нон-стоп для зрителя А вот наше время На сегодня Подошло к концу Будем прощаться Александр Карнович Артем Андроновский Мы желаем вам Хороших выходных Отдыхайте Но сегодня нужно Еще доработать Пока Увидимся в понедельник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok